здравствуйте добрый день всем кто нас и сейчас видит и кто будет смотреть на записи спасибо что присоединились и особенно тем кто ожидает ребеночка этот эфир будет очень полезен для беременных а также для всех неравнодушных и других мам которые планируют еще рождение детей пополнения своей прекрасной семьи мы проект чудо в сердце международный социальный проект который на данный момент охватывает 30 стран на пяти континентах и практически ровно год назад 4 декабря вот сегодня у нас эфир 5 декабря 4 декабря 2019 года состоялся наш наш такой бенефис и с нашей идеей выхода в свет а именно с фотосессии первых современных обережных родильных платьев с со специфическим акушерским клуб кроем и именно с не с вышивкой а с росписью на ткани данная идея у нас вызревала еще с 2015 года когда мы познакомились с мастерицей по обережной вышивки над надежда обережной затем с татьяной кашиной которая и стала на данный момент вот таким воспроизводителем мастерицы которая шьет и по сей день первые родильные обережные платья чудо в сердце мы так и назвали одноименно с нашим проектом и наши родильные платья созданные и задумывались и созданные для рода в любом месте будь то роддом дом домашние роды в родильном центре родильном отеле или на природе и сегодня как раз в доказательство тому же того что роды в таком платье возможны удобны прекрасны и с обережной защитой с обережной символикой сегодня вот наш эфир как раз и наши родильницы уже ольга из украины и виктория из гонконга надеюсь тому будут подтверждением и по своему опыту собственному материнство общению с экспертами перинатальными специалистами из 30 стран с многодетными мамами мы знаем что роды это действительно праздник для женщины для всей ее семьи который случается в жизни довольно редко и может быть только один раз да как как свадьба например и роды влияют на всю жизнь жизнь женщины ее ребенка и в этой связи мы создали вот такие белые легкие нарядные летящие мягкие нежные конечно же праздничные платья экологичные потому что натуральные материалы использовались и натуральные краски натуральное кружево в этом во всех наших платьях белый цвет все они на белом фоне который олицетворяет собой нежность чистоту женственность легкость и как мы знаем именно белый цвет во многих культурах считается цветом зарождения жизни и самого рождения и мы постарались сделать платье была цель сделать именно и и удобными красивыми и конечно символичными обережными эти платья созданы именно для родов как например свадебное платье для свадьбы олечка к нам подключается здравствуйте олечка я сейчас вас немножко еще представлю вот мы знаем что сегодня у нас будут две мамы поэтому конечно же мама в таком возрасте с ребенком это это связка поэтому будете вести пир вместе хорошо я очень поблагодарю малыша который надеюсь нам это позволит сделать да я тоже надеюсь да и мы хотели чтобы вот в олином варианте чтобы даже больничные роды женщиной в больничные роды могла взять с собой не не казенную одежду которые предложат и не халат не ночнушку а вот именно принести красоту и праздничное настроение потому что в это очень важно это одна из индивидуальных потребностей женщины в родах мы разрабатывали данное платье вместе с ведущими акушерками мира сестрой монин стар из сша из и рута эрхард из юар и с мамами многодетными имеющими позитивный опыт рождения своих детей и вот сегодня у нас оля ольга из кривого рога из украины которая первая вот так тоже символично откликнулась на наш призыв была моделью для нашего наших первых обережных родильных платьев мы сейчас попробуем с олей вспомнить этот момент а потому что оля ольге уникальная ситуация она мерила все три вида платьев с тремя видами обережной символики у нас аисты цветок лотоса и богиня гея все эти три символа мы также вот разрабатывали самостоятельно и они являются универсальными для всех культур они удобно удобно читаем и для всех культур понимаем и так богиня гея или богиня земли богиня плодородия матери мира символизирует вот эту женственность эту плодовитость аисты как вы знаете во многих культурах символ того что приносят детей при на приносят души детей воспитывается само еще и детское родительское отношение дети аистов очень сильно заботятся о своих родителях а лотос цветок лотоса символизирует это вообще такой трансцендентный вы знаете мистический даже символ который символизирует трансформацию перерождение мудрость раскрытие и кстати плацента неотъемлемая части внутриутробной жизни ребенка также выглядит и представляет собой цветок лотоса и так олечка и как как назвали ребеночка который сегодня у нас в эфире кто это у нас как малыша зовут олечка расплакался я думаю может быть покормить его и он нам даст продолжить у него наверное зубы лезут и он нервный я понимаю сколько ему лет сколько месяцев лапочка может грудь дать и будет все хорошо ничего просто камеру настройте чтобы вам было комфортно кормить и и говорить вот я хотела представиться меня зовут ольга я мама первенца вот его зовут илюша мне 22 года вот из кривого рога я сейчас учусь на заочном отделении получаю полное высшее образование получаю магистратуру хорошо и илюшу тоже хорошо вот мы получаем я получается и получаю уже второй красный диплом поздравляю помимо этого я также занимаюсь благотворительностью мы открыли громадскую общественную организацию мы открыли и помогаем людям румской национальной меньшины вот по поводу платья вот почему я выбрала именно богиню гею потому что она мне понравилась тем что вот она обнимает землю как будто это ее ребеночек вот я даже покажу платье сейчас я покажу платье богиня гея обнимает животик в виде земли и мне это так понравилось что вот чувствуется тепло вот смотришь на эту богиню гею и чувствуется тепло это всю любовь видишь которую она испытывает обнимает животик и мне это так понравилось так символично вот как она любит этого ребеночка свою землю ну в общем мне так понравилась эта идея и плюс я такой человек который верит в такое как кричащая одежда вот бывает такое что ты ходишь по магазину и видишь что одежда говорит купи меня купи меня вот так же самое было с этим платьем я его померила и почувствовать себя в нем комфортно я поняла что это мое мне в нем будет уютно и так и было потому что когда я была в родах но я себя чувствовала просто прелестно я даже не описать как я была как будто на седьмом небе от счастья как мне было хорошо я чувствовала себя просто прекрасно в этом платье здорово а сколько времени сколько месяцев беременность вам удалось его поносить олечка 40 недель ровно ровно не во сколько сами роды были а сколько времени до родов удалось поносить в беременность вот носили вы его до беременность до родов одевали дома носили да платье это только вот и когда в роддом приехала его сразу отдела то я в нем правила получается два с половиной часа до родов и после родовой период я полностью сутки в нем проходила вот то вообще мне очень было удобно потом его постирала и еще носила пару раз а потом подумала что оно такое нарядное что не хочу его сильно замазывать думаю вот вторую дочку за дочкой пойду обязательно его одену второй раз чтобы его не сильно затаска не затаскать его чтобы оно было в хорошем состоянии думаю все так последний раз одеваю и все буду прятать его чтобы в следующий раз одеть уже когда дочку буду рожать здорово вы прямо знаете оля воплощаете нашу задумку чтобы это платье стало семейные реликвии которые можно потом своим дочерям и вдруг есть может быть и внучкам передавать я очень рада просто оно впитало всю позитивную энергетику которую я пережила во время родов и оно начиная оно даже впитало всю энергетику начиная от тани которая шила это которая вложила душу свою в вас которые создали этот проект то есть оно уже было наделено такой энергетикой хорошей а тут еще потом пережили мои хорошие роды так оно вообще будет самым-самым отличным оберегом для моих детей ой спасибо большое мы одно дело когда читаешь знаете это прекрасно что роды прошли хорошо и эти там три строчечки которые вы нам написали которые мы поместили на наш сайт это одно а вот я очень хотела вживую хотя бы вот с помощью в инстаграма вас увидеть чтобы вы нам рассказали то что вы говорите прямо пальца мне на душу вы соотносите действительно то что вы рожали в этом платье и платье не только конечно же бог ребенок ваша настрой ваша подготовка но и само платье были вам в помощь как вы считаете был это атрибут который вот действительно вас защитил вдохновил был вам удобен однозначно это был атрибут который и создал все всю эту позитивную атмосферу вот и очень было удобно мне лично в нем я не знаю правда однозначно в этих халатах которые предоставляют роддоме это вообще не то ты будешь себя чувствовать в нем неуютно это ну все как бы не то а вот когда это твое да ты его поносил чуть-чуть привык к нему оно однозначно это как в своей домашней футболке рожать конечно это удобнее только это нарядно и оно действительно как наделено хорошей энергией олечка как персонал роддома посмотрел на тот факт что вы в таком платье может быть что-то спросили акушер гинеколог и акушер как было они предлагали мне дважды переодеться в халат я наотрез говорила нет у меня есть свое платье вот то есть наставил на своем но они как-то ну да хорошо но не было такого чтобы они сказали вы какой красивый у тебя платье особо к нам не подходили мы были с мужем они оставляли нас наедине так что в принципе как бы может быть у них и не было такой возможности что-то сказать по поводу этого ну то есть то что предлагали дважды одеть их не халат хотя увидели что я была уже в своем платье то это был такой факт хорошо поняла у вас были ограниченные какие-то ограниченность роддоме в принятии поз и если нет удобно ли вам было рожать в этом платье если можно и поделитесь нами какие были позы потому что мы тут все женщины мы обсуждаем действительно интимный процесс потому что роды это одновременно интимный процесс сексуальный и выделительный поэтому я вам задаю вот такие вопросы потому что это важно потому что мы говорим об акушерском крое об удобстве и для самой роженицы и родильницы и для медперсонала поскольку мы и также разрабатывали эти платья совместно с акушерками скажите пожалуйста получается платье мне очень понравилось тем что у него была специально предназначенный крой что впереди она была длинная то есть я имела возможность накинуть на колени себе платье чтобы во время родов муж даже не видел всех этих нюансов то есть он был возле моей головы соответственно платье закрывала все неприятные может быть даже некрасивые какие-то моменты там кровь так далее вот а вот сзади оно короткое что позволяло легко принять роды то есть акушеры акушером она не мешала что им очень удобно все в порядке то есть я спросила как вам может поднять платье как бы чуть чуть выше они сказали нет нам у нас нам все удобно все хорошо то есть оно ему и мне мешало а мне было в нем комфортно потому что она в то же время на коленях закрывала все что мог видеть муж неприятное для него это первенец это первенец можно восприятие вас и мужа да да так хорошо расскажите пожалуйста легко ли было тоже вот распахнуть платье и как миллионочку использовать затем потому что мы как раз продумывали этот момент чтобы это было платье с запахом чтобы она не содержала веревок завязок крючков мы знаем что это блоки в родах и поэтому постарались же вот этот момент насколько эта кнопочка там две кнопочки хорошо ездят работают и чтобы действительно ли послужила вот так оп распахнули оп малыша прикрыли однозначно очень удобно это же там молния или веревка это было бы неудобно потому что это долго то есть ты пока пока его завяжешь даже вот исходя из практичности это не практично кнопочки бак как бы потянул они оторвались это очень удобно вот и кнопки сами хорошо работают и еще буду долго долго работать все очень качественное вот очень удобно да что я от отстегнула и укрыла ребеночка он уже все на моем теле лежит то есть очень доступно к телу продумано это платье в роддоме в доме в нем дальше кормили вот три дня нет я была четыре дня кормила получается сутки после родов и потом на третьи сутки мне его опять привезли то есть постирали привезли обратно то я еще два дня в нем ходила хорошо я рада а дома дома кормили в дом носили да 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 один удобно да да очень удобно и не холодно не жарко но все равно как-то боялась его запачкать конечно дома с ребеночком всякое бывает то обязательно хотели больше сохранить то чтобы не дай бог что чтобы не было пятен то думаю не буду его сильно замазывать то убрала его я поняла еще несколько парочка вопросов и и все мы отпустим вас к пилюши всецело мне очень волнует как она вам в уходе и потому что возможно были до крови и кровенистые пятнышки мы сразу предоставляем инструкцию что это лен натуральная ткань конечно любые пятна лучше свежими замачивать и застирывать и в холодной воде если это касается крови как у вас воспользовались инструкции что получилось я передала маме платье она его забрала замочила в холодной воде и спокойно хозяйственным мылом оттирала вообще без проблем то есть отлично никаких даже пятен не осталось это но даже полежала сейчас девять месяцев считай и вообще не проявилась даже ничего то есть в уходе оно очень простое отлично видно что натуральные ткани отлично супер просто я я очень рада вы рожали илюшу в теплое время года или в зимнее холодное да холодное время года но мне было в нем тепло я а хотя мне все говорили что оля один вся холодно в роддоме а мне было жарко я говорила нет я наоборот раздеваюсь мне вот хорошо было в родильном платье они там одевали халаты все этот холодно в свитерах ходили а я мне было комфортно в этом платье вообще видите обычно обычно женщинам в родах некоторых знобит но как как правило это жарко да если можно покажите нам еще последний раз вот и чтобы и рукавчики у вас как какие рукавчики были колокол или открытые открытые наверное если мы сейчас подойдем если да это открытое наше платьишко рукавчики крылышко и у вас это на кокетке правильно уличка можно если если илюша позволит его повернуть к нам передней фасадной стороной вот оно да вот да но на кокетке с подчеркиванием груди он потому что у нас ничего страшного у нас два вида есть цельнокроеная олечка тоже мерила и все фотографии с ольгой вы можете найти на нашем сайте проистра точка ком вот это одно из этих платьев да вот интегральное такое вшивное кружево и по низу и в рукаве если можно еще олечка покажите там еще да на рукавчике тоже вот такой круг или коловорот мы его еще называем то есть гармонирует с вот этим животиком с планетой земля богини геи вот таким образом и мы конечно на самой груди тоже кружева не вставляли и обережные рисунки хотя не из натуральных тканей мы символы не наносили только на спине поскольку чтобы вообще избежать попадания в ротик младенцу и кружева хотя она тоже натуральный хлопок но и и и краски чтобы не было этого попадания постарались предусмотреть все спасибо олечка большое вам что нашли время согласились и дай бог чтобы вы нас когда-нибудь через несколько лет написали нам что вы уже планируете девочку и девочка придет если вот действительно это есть желание возможно этот обережный символ станет вон знаете еще и притягательным символом для вашей дочки дай бог всех благ вашей семье наш сайт и наш проект продолжает быть вам в помощь потому что у нас как раз на сайте собраны и видео и статьи авторские более 500 часов видео конкретно по беременности родом и первому году жизни малыша спасибо спасибо я не сказала что улечка у нас получила в дар это платье вот это не покупное платье мы не могли просто не не вот так не отблагодарить за ее самоотверженность потому что это такой пилотный проект пришла и просто украсила действительно украсила и наполнила своей замечательной энергией красотой эти платья так что спасибо вам огромное растите хорошейте восстанавливайтесь после родов всего вам самого доброго всего доброго спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания а мы сейчас продолжим дальше я сейчас приглашу викторию из гонконга виктория уже у нас приобретала это был не подарок она приобретала у нас платья сейчас не вижу чтобы она еще присоединилась попробую ее пригласить вот так она у нас платье приобретала и виктория мама не первенца виктория мама уже третьего ребенка такая уже можно сказать профессиональная мама и у нее были домашние водные роды нам было так весьма любопытно вот этот контраст отследить роддомовские роды и домашние роды нам было это очень важно я очень надеюсь сейчас что виктория присоединится я ее здесь не вижу почему-то и она сможет с нами поделиться своими впечатлениями может быть и были и минусы поскольку мы получили пока что вот за практически ровно год вот год и один день да сколько существует наше платье что мы получили сугубо позитивные отзывы и я надеюсь что всегда всегда чтобы быть объективными нужно смотреть живые живые истории живых людей и чтобы вы могли составить свое собственное мнение о чем-то виктории не вижу к сожалению видимо придется возможно тоже как какая-то ситуация с ребенком потому что это ситуация со сном с дневным сном москва опережает нет гонконг опережает москву во времени на пять часов вот и возможно какие-то неполадки произошли у виктории потому что я ее не вижу ну что ж тогда тогда вот что мы сделаем я сейчас закончу этот прямой эфир и начну его как только дозвонюсь виктории возможно просто через несколько минут и анонс его вы даже даже наши наши дорогие зрители обязательно увидите по маячку по знаку прямого эфира в нашем аккаунте я прошу прощения за то что виктория не вышла в эфир вовремя но тем не менее я надеюсь что мы не примерно непременно продолжим и послушаем ее спасибо вам всем большое до встречи через несколько минут благодарю